Легенда Одинцовского образования Гильда Александровна живет в Одинцове уже более 40 лет. Всю свою жизнь она посвятила системе образования. Начальником профильного управления тогда еще Одинцовского района она проработала свыше 20 лет. За это время было открыто много детских садов, техникум, появились новые спортшколы, образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, школы надомного обучения. Пришлось маленько мне все равно погрузиться и маленько посмотреть вашу жизнь. Можно позавидовать. Это не только перечисленные заслуженные заслуги, но это и легкая атлетика, и волейбол, а мечтала о гимнастике. А еще парашюты? А шесть прыжков с парашютом и мотоцикл, я говорю, просто не перечислить. И сейчас в свои 80 она полна энергии и продолжает вести активную работу. Гильда Александровна делится своим жизненным и педагогическим опытом с молодыми учителями, посещает школы и детские сады, общается с ветеранами. С большинством бывших коллег она постоянно на связи и до сих пор ведет активный образ жизни. Я хожу каждый день 4, 3, иногда 5, иногда 6 километров в день. Во всяком случае за неделю у меня 25-28 километров, я нашагиваю в обязательном порядке. А летом, когда я на даче, у меня там велосипед, на велосипеде и на велосипеде. Поэтому, дай бог, это все будет продолжаться. Несмотря на множество достижений, сама Гильда Александровна считает их исключительно общим делом. Основным принципом в управленческой работе для нее стало создание настоящей команды и доверие к ней. А самым главным в жизни всегда оставалась семья. С ней связаны и планы на будущее. Планы на будущее всегда должны быть. У любого человека, особенно у женщины. Поэтому у меня планы какие? Чтобы мой внук, который в этом году закончил школу с золотой медалью, поступил в Петербургский университет гражданской авиации, чтобы он состоялся и как будущий специалист, и как мужчина. Вот у меня внучка, которая в восьмом классе. Мне хотелось дожить до того времени, когда они станут тоже самостоятельными личностями. Среди подарков – книги, творческие выступления от педагогов, а еще почетные грамоты и награда от Мособлдумы. И, конечно же, море цветов и музыкальные поздравления. Наталья Кончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».